Так, братцы, сегодня видос у нас очень обширный, интересный. Мы будем сегодня обшивать лестничный марш уже под системой для будущих деревянных ступенек. Они будут в таком ключе. И самое интересное, я хочу на лестничном марше сделать интерактивную подсветку. О ней тоже сегодня расскажу, но попозже, когда мы будем разговаривать про фрезеровки и так далее. Но в следующем ролике я уже это покажу. Поэтому, друзья, подписывайтесь, кто не подписан. А кто подписан, то смотрите, будет интересно. Кому жизнь мила, да, брат? У кого самая счастливая жизнь, да, братец? Друган мой, помощник. Этот парень в этом году, наверное, будет со мной на пасеку ездить, да? Медведя гонять. В этом году я одинокий пчеловод. У меня у папки проблема, друзья. Об этом тоже хотел сказать пару слов. Ситуация фиговая. Отец заболел. Бич нашего века – это рак. Стадия четвертая. Чем могу, помогаю, но, к сожалению, финансами не вывозим. Поэтому, знаете как, я под видео оставлю карту моей мамы. Просто, вот кому хочется как-то помочь, друзья, будем очень признательны. Потому что ситуация тяжелая. Воюем, как можем. Кто хочет, кто может. Браться там, прямо в описании. Но как в песнях у западных классиков, шоу must go on. Шоу должно продолжаться. Поэтому буду улыбаться, как могу, друзья. В прошлом выпуске мы сделали паящий карниз. С ним сегодня Женя будет работать, замазывая все щели и подготавливая его уже к шпатлевке и дальнейшей покраске. Пока у меня Женя будет заниматься потолками, моя задача сегодня – это лестница. Я уже начал убирать здесь местами покрытие. Я снимаю коврики и начинаю трудиться. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь может возникнуть такой справедливый и своевременный вопрос. Денис, ты занимаешься сейчас лестницей, до этого занимался потолками. Почему тебя кидает из стороны в сторону, если главная была задача у тебя в свое время поставить двери после обоев и сделать весь этаж. Самая беда на самом деле в том, что все цепляется одно за другое. Не мог поставить двери, пока не взял напольное покрытие. Уже планировал его постелить, но тут тоже момент, когда начал изучать тематику напольного покрытия, оказалось, что если я хочу постелить его на весь этаж, то мне нужно все комнаты делать тогда под один стиль. А вот здесь на лечном марше у меня есть ступень, которая будет с посветкой, и она должна выпирать. И я решил пойти правильным путем отсюда для того, чтобы кварцвинил очень здорово пристыковался к этой ступени. В общем, посмотрел видео, почитал статьи на сайте в квадрате про требования для оснований. Замковый клик-дроп и клей-фиксатор, и эти видео помогли разобраться в вопросе. На всякий случай позвонил в сервис по выбору напольных покрытий, и меня дополнительно проконсультировали по моему вопросу. В квадрате, как всегда, проявили свою экспертность. Благодаря этому я смогу спокойно сейчас уложить кварцвинил правильно. Меня в данном случае терзала одна проблема. Я хочу под 45, и кстати, друзья, если вам не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, как будет интересней. Прямой укладкой, ну, с чередованием в шахматах, либо вот такой под 45, мне кажется, так интересней. Но, когда я начал изучать тему 45 градусов, я понял, что при такой укладке, так как у меня форма дома сложная, комнаты разделятся на некую серединку, и мне придется часть кварцвинила укладывать правильно, а часть кварцвинила пойдет у меня уже с обратной стороны. Я ломал голову, как сделать лучше. Хочется под 45, но правильнее, удобнее уложить прямо. И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мне всего лишь хватило заглянуть на сайт в квадрате, и связавшись с экспертами с этого сайта, мне стало все очевидно ясно. Вам тоже подскажу. Если вы хотите укладывать монолитом на весь этаж, больше 60 квадратных метров, то вам нужен специальный клеевой слой под клик-дроп. Я взял этот клей, у меня проблемы, значит, совершенно никакой не будет теперь по укладке. И главное, что ребята развенчали миф о том, что укладывать с обратной стороны шва сложно. Более того, кварцвинил имеет возможность ремонтировать покрытие из середины, в случае, если повредили какую-то ламель в центре уже пола. И эти лайфхаки и советы тоже есть на сайте в квадрате. Друзья, ссылка в описании, поэтому переходите, смотрите, очень много полезной информации. Все-таки вопросик остается во внимании, друзья. Под 45 или прямо? Нам с Женей хочется под 45, мне кажется, будет интересней. Идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Вы помните, что у нас на лестнице присутствуют перила, и мне нужно их немножечко изменить по низу, потому что ступеньки оказались высоковаты ввиду моей переделки лестницы, точнее ее уточнения. Сейчас я буду переваривать на перилах вот эти нижние опоры, но повыше. Компании ReSanto я приобрел такой замечательный регулятор давления. Он подходит как для аргонной сварки, так и для работы с СО2, то есть с углекислотой. У него очень удобный расходомер, по которому можно определять давление, которое мы выбрали. Это интересно, удобно и красиво, и главное, интерактивно. Сейчас я его установлю на штатное место, и мы продолжим наши работы по монтажу лестничного марша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А теперь по поводу самих ступеней. Кто-нибудь, конечно, сейчас скажет, Денис, но это же вообще самый дешман. Надо было делать ступени из массива дерева. Но, друзья, экономия должна быть экономной. И я выбрал самый простой вариант, самый удобный, тот, который я могу сделать дома самостоятельно. Итак, это 20-я фанера. Идея вот такая. То есть здесь будет две сороковки. В них я сделаю фрезеровку под светодиодную ленту. И эти ступеньки я потом приклею к подсистеме, которую мы сейчас с вами будем монтировать в видосе. Почему я акцентировал свое внимание здесь на улице? Я хотел вам рассказать про вещь, о которой совсем забыл рассказать. Несколько месяцев назад я приобрел вот такую вот бомбическую пушку. Я по-другому ее не назову, потому что мощь ее нереальная. Диаметр пильного диска 235 и 2200 ватт. Глубина пропила под углом 90 градусов 85 миллиметров. Ну, в своем роде это одна из самых мощных циркулярок. В работе на самом деле очень-очень-очень комфортная. Что хочу с ней сделать? Я хочу ее вот так перевернуть в дальнейшем. Вы видели, у меня в сауне стол специальный формируется. Хочу его так перевернуть и примонтировать к столу снизу. Это будет циркулярка для моих пасечных вопросов. Рамки пилить, улья пилить и так далее. Поэтому я взял самую мощную, самую классную пилу. С фанерой 20-кой, смотрите, она справилась просто вкуснецки. Ровненький пил, все замечательно. Поэтому, друзья, рекомендую. Все ссылки у меня, как обычно, под видео. В общем, с Ресанто я дружу. Гарантия очень большая на срок службы. Да и техника в работе неприхотливая. Поэтому рекомендую. Так, а мы продолжаем дальше. Идем с вами крутить подсистему на ступени. Редактор субтитров А.Семкин Друзья мои, сейчас я открою комплект. Но сам монтаж ЕТЛ автоматической подсветки лестницы будет на следующем видосе. Я вам это обещаю. Здесь у меня находятся инфракрасные датчики движения. Или инфракрасные, я точно не знаю. Мы в следующем видосе с вами разберемся. И сама система диспетчеризации. В чем ее большой плюс? Она настраивается с помощью сотового телефона. Нажав на кнопку, диспетчер соединяется с вашим Wi-Fi в телефоне. И вы настраиваете все это дистанционно. Настраивается температура загорания светодиодной ленты. Настраивается ее время активации, время включения каждой ступеньки и так далее. В общем, это все мы увидим в следующем выпуске более полноценно и интересно. А сегодня моя задача разложить вот эту всю проводку заранее. И она у меня будет скрыта тайно в подступенке. И оттуда мы уже будем подключаться к каждой светодиодной ленте по очередности. Все пронумеровано. На каждой есть сайт, на каждой есть цифра, номер провода. Заблудиться здесь очень тяжело. Самое классное, что ребята из компании ETL изобрели такую систему подключения, в которой не нужен паяльник, в которой не нужно иметь какие-то технические знания. Все соединяется просто контактно и все очень легко монтируется. В свою очередь, моя задача была лишь придумать так, чтобы эти провода находились в свободном доступе для замены каких-то элементов. Если вы монтируете что-то сложно техническое, но очень просто, сделайте к этому и доступ соответствующий, чтобы очень легко можно было любой провод заменить. В следующем видосе будет полностью вот этот обзор. А сегодня я просто закину проводку и подготовлюсь к монтажу уже светодиодной подсистемы. Все, пора монтировать. Пойдемте. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!